всем привет дорогие мои подписчики зрители моего канала те кто еще не подписался и впервые смотрит мое видео пожалуйста подпишитесь чтобы не пропустить новые видео и нажмите на колокольчик обязательно итак сегодня хочу представить вам вот этот свитер его я вязала два года назад он уже был в носке и сейчас я вам расскажу про этот свитерок и так свитерок связан на мальчика 8 лет на рост примерно 140 сантиметров 130 140 скажем так модель я не брала ниоткуда я ее сама придумала но единственное что вот эту вязку я взяла из книги рукоделие из книги в которой представлено очень много узоров спицами и если честно то вот эта плетеночка очень очень мне нравится и вообще любая плетенка это моя слабость то есть люблю вязать такие плетеные узоры значит с чего начну наверное расскажу про нитки здесь я использовала нитки семеновской семеновская пряжа когда-то давно покупала в бобинах вот эту белую нитку и как видите здесь я совместила две нити 1 белая это акрил по моему акрил с шерстью очень тонкая и слабо крученая нить и вторая нить чисто шерстяная это вот даже здесь она умудрилась вылезти вот серенькая ниточка очень тонкая она использовалась для машинного вязания это шерстяная нить таких у меня на самом деле три расцветки желтая вот такая серая и зеленая но в данном случае я использовала серый то есть я совместила две нити и у меня в итоге получилась вот такая вот пряжа недостаток совмещения двух нитей в том что конечно тоненькая нить вот здесь вот вылезла в некоторых местах но это не очень заметно в частности здесь видимо зацепили она вылезла значит еще где-то здесь было такое к сожалению мастер-класс по этому свитеру я не снимала но повторить такой свитер возможно и если я когда-нибудь это сделаю то обязательно выложу на канале с подробным расчетом петель и прочего хочу сказать что ввиду того что я с разной плотностью начинала вязать спинку и перед мне пришлось одну из этих деталей перевязывать дважды но так как нить акриловая белая была слабо кручена слабо я была то повторное вязание вот это распускание лучше не делать если у вас нить действительно слабо скручена и так вот как видите здесь резинка не двойная просто она связана достаточно плотнее чем основная вязка здесь использованы спицы номер два а здесь спицы уже три номер три вот это вот часть она более мягкая как видите свитер получился даже можно сказать и не мнущийся нисколечко вот в носке он был достаточно часто вот но к сожалению в течение одного года потом ребенок уже вырос вот посмотрите здесь видите я решила сделать полосочку на манжетиках так потом вязала основной вязкой такая же полосочка сделана внизу по спинке и полочке вот точно также сделана полосочка что мне кажется очень красивым таким элементом и такая же полосочка сделана на горловине вот если допустим резинка по низу изделия и по манжетам она связана в одну нить это вот горловину я постаралась связать более плотной и как вы видите здесь она как бы в два слоя сделана то есть я вязала ее широко а потом загибала вовнутрь и уже вот здесь вот я аккуратно вот так вот пришивала опять-таки нигде не смотрела никакие способы кетлевка не кетлевка вот просто связала вот так вот такой ширины чтобы загнуть в два раза здесь по лицевой стороне пустила вот такую вот полосочку а потом эту горловину просто загнула вовнутрь и я ее вот так вот с помощью даже уже не помню то ли крючка то ли иголки как-то я и здесь вот пришила но получилось довольно аккуратно на мой взгляд вот посмотрите довольно аккуратно получилось так с изнаночной стороны этот узор выглядит вот так сейчас покажу вот вот как он выглядит с изнаночной стороны ну честно говоря это не двусторонний узор потому что с этой стороны он выглядит как-то даже непонятно и ясно что это лицевая страна и посмотрите как он выглядит на лицевой на лицевой вообще великолепно выглядит такая замечательная плетеночка получается то есть узор очень удачный вяжется очень легко этот узор и такой узор плетенку можно найти в открытых источниках в интернете это на мой взгляд самый простой узор плетенка а так что еще могу добавить вязала я пройму немножко убавляя с боков вот видите здесь идет как бы прямоугольником вот так вот вырез по пройме вот но могу сказать что это сделано было для того чтобы вот этот сам шов сильно как бы не скатывался с плеч но все равно получилось так что вот эта часть длиннее чем сама плечо вот но нет это не страшно ничего такого в этом нет здесь я особо не старалась совмещать узор но в принципе как вы видите здесь довольно таки хорошо получилось совмещение и сейчас смотрим с этой стороны вот видите шов сделан и есть такое вот совмещение как бы плетенка продолжается отсюда сюда но в общем то довольно красиво теперь плечевые швы так как нитка очень мягкая и не крученая еще раз повторю нить не скручена свитер имеет особенность растягиваться вот и я вот здесь вот на плечах да собственно и любая вещь трикотажная связанная вручную так я наверное с другой стороны выверну и покажу вам требует все таки укрепления плечевых швов вот что вот здесь вот я и постаралась сделать сейчас я вам покажу так что у нас тут идет здесь я уже прошивала этот шов обычными нитями обычными нитками несколько раз прошивала то есть шов здесь достаточно плотный он фактически не тянется посмотрим с другой стороны шевчик плечевой вообще изначально я в эти плечевые швы вставляла на тесьму но как-то она у меня тут не прижилась мне показалось что с тесьмой грубовато и в итоге я прошила несколько раз обычной нитью и получилось так что шов не тянется то есть на плечах он будет достаточно хорошо смотреться так еще раз покажу как я пришивала горловину вот видите как она пришита на мой взгляд в общем то аккуратно получилось не знаю как это у меня получилось как-то так по наитию взяла да пришила вот таким образом так это свитер я вы вывернула наизнанку и сейчас покажу боковые швы как у меня сделаны вот частности боковой швов вот он здесь вы его видите его практически не видно вот он проходит кстати вот здесь почему-то образовалась дырочка надо будет зашить а так не видно с лицевой стороны не видно вот боковой шов он очень эластичный получился вот если на плечах шов я постаралась сделать не эластичным то здесь боковой шов достаточно эластичный посмотрим как он выглядит снаружи с лицевой стороны изделия сейчас минуточку и так смотрим вот вы видите шов ну опять практически его не видно то есть рисунок здесь совмещен очень хорошо так дырочка которая говорила вот здесь надо будет зашить ее вот видите как в этом шве вот он проходит здесь совмещены узоры полочки и спинки передней части джемпера и спинки вот таким образом я хотела вас познакомить с этим изделием из которого мой ребенок уже вырос и у меня такой свитерок вот остался так я его стирала стирается очень хорошо но еще раз хочу сказать что мне в этой нити не понравилось то что она очень мягкая то есть вот не крученная нить все-таки требует особого к себе отношения и вещь которую из нее связали лучше не распускать потому что уже повторно и вязание будет более тонким а потому что нить как-то склонна к истиранию я бы сказала вот ну в общем то вот такая вещь получилась у меня пишите в своих комментариях приходилось ли вам вязать мужской джемпер вот таким узором плетенка или может быть вы предпочитаете какой-то другой узор напишите пожалуйста своих комментариях всего вам хорошего и приятных минут в рукоделии всем пока